Авиадартс 2015 Редкость глаз и ловкость рук, а в руках спортивный лук. В Рязани впервые прошло первенство ЦФО по стрельбе из лука. До международного этапа соревнований Авиадартс осталось менее, чем две недели. Авиадартс стал первым конкурсом профессионального мастерства военных. Он проводится с 2013 года. В этом году соревнования пройдут на рязанском полигоне Дубровичи. Все желающие смогут увидеть, как лучшие летчики мира выполняют фигуры высшего пилотажа и одновременно стреляют по мишеням. Как проходит готовка к конкурсу экипажа, представляющего Рязанскую авиабазу, в следующем сюжете. Авиадартс – соревнование в точности стрельбы из ракетных установок и авиационных пушек по наземным целям. Организаторы подчеркивают, что несмотря на боевое применение авиаснарядов, Авиадартс – это не учение, а спортивное соревнование. По итогам второго всероссийского этапа, который проходил под Воронежем, экипаж рязанского авиацентра на бомбардировщике Ту-22М3 занял первое место. Следующий этап международный состоится под Рязанью со 2 по 7 августа. Рязанцы смогут увидеть самую зрелищную часть соревнований «Авиамикс» на полигоне Дубровича 2 августа, а также на закрытии соревнований на аэродроме Дягилева. На международном этапе гостями города станут летчики и участники соревнований из Беларуси, Казахстана, Китая. Командир экипажа-бомбардировщика Павел Поливкин говорит, что для него выполнение конкурсных заданий – это обычная работа, хотя естественное волнение присутствует. Ведь престиж конкурса обусловлен званием лучшего летного экипажа на международной арене. Конкурс «Авиадарс» – это не просто учение, это прежде всего соревнование. Здесь присутствует соревновательный дуг. Экипажи соревнуются в мастерстве, в своем умении выходить точно по времени, точно поражать цели. Уже в эту пятницу экипаж улетает за 450 километров от Рязани в Калужскую область. Именно оттуда летчики будут совершать конкурсный полет во время соревнований. Программа конкурса держится в секрете, для того, чтобы это было зрелищно. Но основной нашей целью будет выполнение бомбометания с предельно малых высот. Постановка задачи, завершительная проверка самолета, тренировка, подготовка к соревнованиям проходит в режиме рабочих будней. «В среднем у нас получается, так как у нас происходит обучение, то есть тренировка летчиков и тренировка штурманов. Тренировка летчиков заключается в пилотировании самолетом, а тренировка штурманов заключается в выполнении боевого применения. Для меня боевое применение является пуск ракет и сброс авиационных бомб, так как я штурман корабля». После проверки самолета летчики уходят на тренажер. «Это у нас тренажер самолета Ту-22М3. Кабина, кабина летчиков, кабина штурманов, проекционный экран, на который проецируется все изображение. Имитирует полностью весь полет в любом режиме». На тренажере КТС-15 все по-настоящему. Реальная кабина пилотов, приборы управления и даже имитация ветра. «Боковой ветер можно убрать? Или уже поздно?» А управление самолета на тренажере фактически не отличается от пилотирования в воздухе. «Выполняйте ровную голову. Это все внутри. Это специальная скорость. Подъем на тренажере». «Только за бортом огромный монитор. На нем взлетная полоса, мы набираем высоту и вот он. Город под нами размером со спичечную коробку». «Вот, значит, наш учебный тренажер полностью имитирует полет самолетом. На данный экран выводится изображение, которое соответствует реальной местности, на которой мы выполняем полеты. То есть взлетная полоса, стаинка самолетов. В процессе набора высоты, подсылающей поверхность, города, деревни и в том числе город Рязани и заход на посадку, это все соответствует тому именно, что летчик видит из кабины в реальном полете». Правда, насильно большую высоту не взлетаем, ведь конкурс предусматривает выполнение заданий с малых высот. Именно здесь летчики отрабатывают технику взлета, посадки самолета, а также выпуск бомб и ракет. КТС-15 – тренажер, на котором штурманы и летчики выполняют реальные задания реального полета. Не хватает только высоты. О том, как можно посетить и увидеть соревнования, смотрите интервью с участником и организатором соревнований в программе «Подробности» на нашем сайте город62.тв. К другим новостям. На ремонт гарнизонного дома офицеров в Дягилево выделят 20,5 миллионов рублей. Речь идет о здании на улице Беляково, которое сейчас находится в аварийном состоянии. Деньги будут перечислены Управлению культуры администрации Рязани. В каком состоянии здание сейчас и что с ним станет после ремонта, выяснил Роман Дворецков. В нашем городе предостаточно заброшенных домов, которые не красят внешний облик города. Так, например, дом офицеров в Дягилево переживает не самую лучшую часть своей жизни. Несколько лет это помещение никому не принадлежало. Министерство обороны открестилось от него и сбросило с баланса данное имущество. И вот теперь очередная поворотная точка в истории значимого для военного городка объекта. В скором времени в этом здании будет располагаться детская школа искусств. В здании бывшего дома офицеров по улице Беляково 7 предполагается размещение детской школы искусств номер 9. Для этих целей сейчас проводится капитальный ремонт помещений прилегающей территории. Выполнен уже ремонт кровли, установлены новые оконные блоки, ведется ремонт фасадов. Наравне с Дягилевским домом офицеров восстанавливается здание по улице Беляково 7. В незрачных и унылых развалинах в ближайшее время расположится поликлиническое отделение городской больницы номер 10. Сейчас за счет средств муниципального бюджета выполняются работы по благоустройству территории, наружным инженерным сетям. За счет внебюджетных средств ведется ремонт помещений. Сейчас в этих строениях ведутся восстановительные работы. А совсем недавно оба здания находились в плачевном состоянии. И одно из них даже пережило пожар. Жители надеются, что в скором времени эти дома обретут вторую жизнь и больше никогда не придут в запустение. К экономическим новостям. В среду, 15 июля, рязанские приставы навестили должников, не оплативших штраф за пьяное вождение. В результате мероприятия двое граждан погасили свои долги на сумму 30 тысяч рублей на месте. Еще у двоих приставы арестовали бытовую технику. Об итогах работы судебных приставов за первое полугодие расскажет Оксана Тебенихина. Судебные приставы подводят итоги работы управления за первое полугодие. На сегодняшний день отмечается увеличение количества исполнительных производств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Со 170 до 246 тысяч. Сумма предъявленных материальных требований выросла до 19,7 миллиардов рублей, что на 12% больше, чем в первом полугодии 2014. Исполнительных документов у нас поступило почти на 20 миллиардов рублей. На сегодняшний день мы порядка 115 тысяч окончили уже исполнительных документов. И вот в первом полугодии судебные приставы было взыскано 885 миллионов рублей. Также на текущий период этого года почти на 10% увеличилось количество исполнительных документов на взыскание задолженностей по зарплате. И теперь ее сумма составляет без малого 60 миллионов рублей. Мы окончили 505 исполнительных производств и взыскали 15,2 миллиона рублей. Это в пользу работников. Также к приставам поступило 109 тысяч исполнительных производств об административных правонарушениях. Из них около 87 тысяч – это штрафы ГИБДД. Еще одно направление работы судебных приставов – наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счетах должников. Отныне ответственность за своевременное предоставление достоверной информации о доходах лежит на самих должниках. Граждане обязаны передать приставам документы, подтверждающие наличие имущества и доходов, не подлежащих аресту. Мы используем активно именно технологию списания денежных средств с расчетных счетов. Судебный пристав, когда разыскивает счета, естественно, он не видит, какие это счета, они обезличены. И, естественно, когда уже происходит списание, то происходят у нас ситуации нервозные. Гражданин начинает нервничать, звонить, обращаться в службу судебных приставов, разбираться, почему списали. Вот это, например, какой-то социальный счет, либо это зарплатный какой-то счет. Законодатель расписывает обязанность должника по указанию того имущества, либо того накопления, на которое нельзя обращать взыскание. Ну и в том числе должен должник у нас, либо гражданин указать то имущество, которое находится в залоге у какой-то кредитной организации. Чтобы избежать недопонимания гражданам-должникам, следует подойти ответственно к данному вопросу и как можно быстрее сообщить номера карт и их целевое назначение. Это позволит уменьшить количество ситуаций, требующих исправления. Эзайн Стат второй месяц подряд регистрирует в нашем регионе продуктовую дефляцию. Но все же пока цены не могут порадовать горожан. Ведь с начала года товары и услуги подорожали в среднем на 8,4%, а продуктовая инфляция и вовсе составила 11%. Тем временем рязанцы попали в группу самых пессимистически настроенных жителей крупных городов страны. Таковы результаты опроса Департамента социологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации. В безоблачном будущем предприятии, на которых они работают, уверены только 70% рязанцев. Сказывается ли на настроении людей экономический кризис и на чем приходится экономить больше всего? Об этом и спросили горожан. Ну, конечно, цены изменились. А рязанцам приходится также меньше денег тратить на продукты. Самое главное мясо по 500 рублей. Разве купишь на пенсию? Не купишь. Вот, а так стараемся. Мы взрослые, нам немножко легче. Мы умеем и экономить, и умеем как-то жить. Бананы очень подорожали. Я за три банана отдала 180 рублей. Да, у меня двое детей. Один грудничок. Соответственно, детское питание довольно-таки хорошо подорожало. Пришлось корректировать свой бюджет, чтобы не обвелить ребенка. Пришлось. Покупаем большинство по акциям. Какие-то дирекотесы, которые ранее продавались, которые сейчас входят в список запрещенных к импорту. Почему по объективным причинам не получается купить. Ну, конечно, я пенсионер. Уже давно. Конечно, чрезвычайно. Но вообще, так думаю, что наш президент правильную политику ведет. Пожестче ему еще. Да, конечно, цены растут, как на дрожжах. Это естественно. Но что-то, что было стабильное, мы оставляем. А так, получается, по принципу, не то, что нравится, а то, что по карману. Вот действительно это есть. И зарплата немножко уменьшилась. Традиционное июльское повышение цен на жилищно-коммунальные услуги для горожан сюрпризом не было. Но по непонятным причинам некоторым гражданам уже начал приходить расчет за июнь. Правда, по новым тарифам. Насколько это правомерно и куда следует обращаться, если вы заплатили больше положенного, выяснил Глеб Галушкин. Пенсионерка из Дожковой песочной Татьяна Николаевна Рожко, придя 9-го числа на пункт приема платежей за коммунальные услуги, неожиданно обнаружила в своей квитанции за июнь сумму, рассчитанную почему-то по новым, увеличенным июльским тарифам. Вот, я платила в прошлом году за июнь день получения пенсии, 16 июля. Вот по старым тарифам. А в этом году я заплатила 9 июля за июнь, уже взяли по новым тарифам. Далее, после похода на КВЦ, Татьяна Николаевна стала общаться со знакомыми и соседями. И похоже, что тема увеличенных сумм в платежках на оплату коммунальных услуг стала сейчас основной в разговорах жильцов микрорайона. Я не поленилась, взяла книжки у своих соседей. Кто платил 2 июля, взяли по старым тарифам. А с 7 июля уже по новому. Мне тоже пришлось заплатить по новым тарифам 9 числа. Дали мне телефон КВЦ центральному, сказали, что вернут. Но вернут или нет, не знаю. В начале июля чиновники городской администрации, чтобы вопросов у рязанцев по расчету платежей было поменьше, вынуждены были опубликовать разъяснения. В них, в частности, говорилось, что в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах, потребитель вправе ежемесячно с первого до последнего дня месяца снять и передать текущие показания своих счетчиков в ресурсоснабжающую организацию. В таком случае начисление платы за коммунальные услуги производится по тарифам, действующим в этом месяце. Однако, по результатам рабочего совещания в администрации города Рязани, чиновники приняли решение в отношении потребителей, уже передавших свои показания с 1 июля, сделать им перерасчет с применением июньских тарифов. За переплату жильцы вправе требовать перерасчета, говорят и юристы. Вообще, правила оказания коммунальных услуг предусматривают оплату до 10-го числа месяца за предыдущий период. То есть, если у вас на дворе июнь или май, то вы должны платить 10-го числа месяца по тарифам, скажем так, старыми. Речь идет просто о воровстве, поэтому об этом надо писать, во-первых, прокуратуру района, Государственную жилищную инспекцию о том, что имеет место незаконное увеличение оплаты за услуг ЖКХ. Дело в том, что эти услуги относятся к регулируемым тарифам, тарифам, которые устанавливает наша местная власть. И если они превышают эти цифры, а это может быть превышение по инициативе председателя ТСЖ, директора управляющей компании, сговор председателя ТСЖ с бухгалтером, которые выставляют неправильные счета, которые поступают через КВЦ, по которым вы в дальнейшем платите. В общем-то, сейчас перерасчеты за июнь вместе с другими горожанами ждет и Татьяна Николаевна Рожко. Хотя ситуация, при которой добропорядочные граждане, которые всегда вовремя и в срок оплачивают счета, а затем еще и вынуждены доказывать свою честность, в некотором смысле представляется даже забавной. Хотя смешного в этом как-то мало. И откуда взялся, а главное, с чем связан такой бурный энтузиазм рязанских коммунальщиков в отношении переделки платежных квитанций, не дожидаясь окончания июля. В общем, пока вопросов больше, чем ответов. Рязанские полицейские ищут очевидцев вырубки молодых деревьев, которые были посажены на аллее между двумя крупными торговыми центрами на Московском шоссе. 18 липа варварски попросту сломали. Об этой истории рассказал Роман Дворецков. Внешний облик города может многое сказать про его жителей. И надо сказать, что администрация города все-таки пытается придать Рязани должный вид. С горем пополам дороги приводятся в надлежащее состояние. С переменным успехом поддерживается чистота на улицах. В общем и целом есть продвижение в лучшую сторону. К сожалению, не всем горожанам нравятся такие перемены. Один из последних случаев произошел на Московском шоссе. Там на этой неделе неизвестные вандалы уничтожили 18 молодых лип. Скажите, как вы относитесь к этому акту вандализма? Очень плохо. Деревья нужны. Городу очень нужны. Ломать их в никаком случае нельзя. Зелень – это наше богатство, это наше украшение. Это наша жизнь вообще-то. Очень отрицательно. Деревья нужно сажать. Потому что много леса погорело. Много леса гибнет. Корневая губка. Я сам лес пилил. То есть спиливали мы гиблый лес, сухой. А сажали новый. То есть деревья нужно наоборот засаживать. Ужасно. Я считаю, что деревья ломать нельзя. Все-таки они дают свежий воздух. И это бесполезно занять, что они так сделали. Это ужасно. Скажите, а почему в Рязани так не любят красоту? Честно говоря, даже не знаю. Люди разные бывают. Каждому свое, в принципе. Поврежденные деревья были посажены вдоль тротуара. Недалеко от крупных торговых центров города. Это событие, безусловно, вызвало широкий общественный резонанс. На инцидент отреагировали не только экологи, а также пользователи социальных сетей, которые наравне с полицией сейчас разыскивают вандалов. Но пока безуспешно. А вот когда все-таки вандалов найдут, было бы крайне интересно узнать мотив совершенного поступка. Чем так помешали молодые липы? Адекватного ответа, наверное, ждать не стоит. В общем, сейчас рязанские правоохранители просят всех, кто мог видеть злоумышленников, обращаться в дежурную часть. Тем временем дирекция по благоустройству города подсчитали урон, который нанесли вандалы. Об этом нам рассказала заместитель начальника благоустройства города Ольга Свинцова. Такой случай у нас впервые произошел на территории города Рязани. Мы, конечно, приняли все меры. Комиссия по охране зеленых насаждений выехала на место, был составлен акт. Соответственно, был посчитан ущерб восстановительной стоимости, который был нанесен городу Рязани. Он немаленький, этот ущерб составляет более 1 миллиона 300 тысяч рублей. И все материалы своевременно переданы в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновного и, безусловно, его наказать. Наказание сейчас в соответствии с законодательством может быть как административного характера, так и уголовного характера. Безусловно, в случае, если виновные лица будут установлены, то еще восстановление зеленых насаждений будет происходить за их счет. В случае, если такого не случится, то тяжесть восстановления озеленения на Московском шоссе опять же ляжет на бюджет города Рязани. Визит недели. В четверг Рязань посетил Артур Челенгаров, доктор географических наук, президент Полярной академии, ведущий и следователь Севера. На встрече побывала Оксана Тебенихина. В зале ученого совета Рязанского государственного медицинского университета состоялось первое заседание попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, который возглавил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Почетным гостем стал первый вице-президент Русского географического общества Артур Челенгаров. Вместе с главой региона он подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и Русским географическим обществом, что и являлось основной целью встречи. В наши дни Рязанское региональное отделение географического общества ведет работу в рамках проекта «Наследие Русской Америки». Активно занимается экологическим просвещением, патриотическим воспитанием молодежи. Именно патриотизм в отношении к миру, в котором ты живешь. Сегодня мы подпишем соглашение о сотрудничестве между Русским географическим обществом и правительством региона. Это даст возможность взаимодействовать в сфере научной деятельности, организовывать экспедиции с участием молодых рязанских исследователей и опытных исследователей, реализовывать совместные экологические проекты, активно развивать в Рязанской области внутренние туристические маршруты. Русское географическое общество было основано по высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году. За годы существования общество внесло крупнейший вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней, Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии и других территорий. В нашем регионе российское географическое общество зародилось в сентябре 2010-го, а спустя два года был также создан музей путешественников. Я уверен, что все у вас будет нормально. Не только в Арктику, не только Малахов, который ведет всех в Арктику, и будет история изучаться в вашем области. Также участники совета отметили, что сегодня необходимо обратить внимание на историю Рязанского края. А Артур Челенгаров в свою очередь сообщил, что рад встрече и подписанию соглашения, заметив, что оно должно стать документом о понимании, что региональное отделение российского географического общества должно активно участвовать в изучении родного края и патриотическом воспитании. Челенгаров заверил, что именно эти два аспекта и являются главными целями работы русского географического общества. О культурных событиях, произошедших в городе на минувшей неделе, расскажет Ирина Ковалева. Несмотря на разгар лета, культурная жизнь города не стоит на месте. Так, в минувшую среду в Научно-методическом центре народного творчества открылась фотовыставка, посвященная 920-летию нашего города. Около 70 работ, созданных за последние 7 лет, фотохудожник Сергей Новиков объединил названием «Моя Рязань» и постарался показать на них город своего детства. Минимум проводов, машин и других неприглядных примет современности. Таких мест в Рязани осталось немного, так что на фотоснимках в основном можно увидеть тихий центр. Чудом уцелевшие деревянные постройки, аллеи парков, церкви. Организаторы выставки считают, что эта экспозиция будет интересна как коренным жителям, так и гостям города. А вот автору хотелось бы, чтобы эти работы натолкнули посетителей на определенные мысли. Естественно, хотелось бы, чтобы задумался о том, чем не задумался я. Потому что фотография занимает уже 40 лет, и эта тема от меня особо-то не интересовала, честно говоря. Потому что это, видимо, приходит с возрастом, понимание прожитого времени, прожитой жизни, потерянные друзья и все остальное, как говорится. Ты не можешь понимать, что вместе с нашим поколением уходит еще и город, добавка всему. Потому что люди, которые появляются сейчас, они город видят другой, и никогда его не увидят, каким видел я, и который видел мой отец, или какие там бабка, детка. Ну, это неизбежный процесс, это так должно и быть. Больше обращайте на родителей, на город, которые скоро уйдут. Побывать на этой выставке все желающие могут, посетив научно-методический центр народного творчества. Там она будет работать до 1 сентября. Ну а в художественном музее рязанцы могут познакомиться с современной графикой Санкт-Петербурга. Издательство «Вита Нова» представило коллекцию под названием «Сказки для детей и взрослых». Здесь можно увидеть иллюстрации к сказкам народов мира и литературным обработкам. Более 70 произведений семьи авторов из Москвы и Санкт-Петербурга погрузят вас в атмосферу чудес. Индийские красавицы, избушка на курьих ножках, кэрловское зазеркалье. Согласитесь, немного волшебства в повседневности не будет лишним. Выставка будет гостить в художественном музее до 15 сентября. Ну а любители более активного времяпрепровождения ждет фестивальное лето на улице Почтовой. На прошлой неделе мы побывали на празднике, посвященном мороженому. Ну а в эту пятницу все желающие могут посетить фестиваль матрешки. Подробнее об этих и других событиях смотрите сегодня в программе «Калейдоскоп». И о спорте. Стрельба из лука – это, несомненно, завораживающий спорт. Она формирует осанку, укрепляет зрение, развивает выносливость и целеустремленность. Что требуется для таких занятий и где они проходят, расскажет Наталья Новикова. В Рязани на лучно-арбалетном стрельбище проходит чемпионат Центрального федерального округа по стрельбе из лука. Данные соревнования в новинку нашему городу. Проходят они впервые в истории. Здесь мы принимаем 10 регионов. Не только Центрального федерального округа. Здесь есть гости из Чувашии, гости из Ростовской области. Всего более 70 спортсменов. И эти соревнования идут как тестовые для нашего региона перед проведением финала спартакиада «Учащихся России», который будет проходить здесь в начале августа. Тоже впервые в истории вообще рязанского спорта Рязань будет принимать спартакиаду «Учащихся России». Стрельба из лука – для нашего города вообще абсолютно новый вид спорта. Впервые он у нас появился в 2004 году. А федерация образовалась еще позже, в 2007. Но, несмотря на это, уже сейчас это довольно популярный вид спорта. Более 400 спортсменов занимаются в федерации. В городе работает четыре специализированных тира. Ну а что касается непосредственно соревнований, проходили они на ура. Да и погода, к счастью, не подкачала. Радуя солнышком, поддерживала спортивный дух участников. Наталья слегка волнуется, но считает, что уверенность в себе и поддержка тренера обязательно помогут обрести желанную победу. А стрельбой с луком занимается вот уже два года. А почему вообще решила заниматься стрельбой с луком? Я как-то раз поехала на байдарках, и там мужчина сделал свой лук. Я попробовала, и мне правда очень сильно понравилось и заинтересовалась. И приехала в Рязань, и поискала в интернете, и нашла, и пошла заниматься. В планах на будущее стать мастером спорта, а еще уверена, что стрельба поможет как при поступлении в высшее учебное заведение, так и в жизни в целом. А вот Дмитрий приехал на соревнования из Москвы. Как вам сегодня соревнования? Отлично. Всегда с радостью приезжаем в Рязань на соревнования. Хорошая организация, хорошее поле, гостеприимный народ. Для Дмитрия это уже далеко не первое соревнование. Стрельбой занимался еще в юности и был неоднократным призером первенств еще СССР. Теперь в спортивной карьере второе дыхание. И чемпионаты, теперь уже Россия, также пополнили копилку спортивных наград. Для вас сейчас это просто удовольствие или какие-то спортивные планы все-таки имеются? Имеются, конечно. Не только спортивные удовольствия. И удовольствие тоже, да. Есть планы, так скажем, на следующий год поездить, так скажем, на международные соревнования. Ну и как бы на той же России, так скажем, повыше приподняться в звании. То есть уже в тройку входить на каждых соревнованиях. Выдержка, спокойствие, усердие на тренировках и воля к победе, по словам спортсменов, путь к успеху. Ну и как известно, в здоровом теле здоровый дух. Так что занимайтесь спортом на здоровье. И обязательно будьте победителями. И не только в соревнованиях, но и в жизни. Это все, что мы хотели вам рассказать. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Хороших вам выходных. До свидания. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова